Вывести правый кулак немножко вверх, а потом за счет кисти вниз. Вторая рука здесь у меня у подбородка. Другая рука пошла немножко вверх, а потом вниз. Вторая рука у подбородка. И потихонечку, потихонечку попробуем поочередно правой и левой рукой. Траектория, обратите, она не совсем прямая. У меня вначале вверх, вверх, а потом раз вниз. Есть внутренние усилия, видите, все направления собираются. То есть, не совсем. И за счет тела у меня траектория такая интересная получается. На что обратить внимание? Работа сток, работа телом, плечо опущено. И вот эта рука, она конечная позиция. Можете остановиться, проверить. На каком-то расстоянии прикрывает горло подбородок. У меня нос. Ну, да. У кого что болит, что-то речь. И все направления, вверх, вниз не забывайте. Потихонечку ввенчиваем стопы. Стопы изначально параллельны. Если вы вот так поставите, у меня очень хорошая, удобная работа. А вот здесь вот, у меня видите, как хорошо, удобно. На замочек такой, как говорят, брызгут. Опа, зафиксировал. Когда стопа здесь, видите, у меня пролетит мимо. Здесь мне очень хорошо. Опа, точка. Опа, точка. Замок называется. И смотрите, сжимаем руку кулаки. Потихонечку сейчас будете делать правой, левой рукой. Мы опять возвращаемся к тестированию. То, о чем я говорил. Как нам этот критерий найти, правильно или неправильно делаем. Делать медленно, спокойно. Я буду придерживать плечо то отсюда, то отсюда. Когда вперед будете бить здесь. Когда этой рукой будете бить, то здесь. Я начну спокойно, а потом буду увеличивать давление. И будем смотреть, как у нас сборка тела будет работать. Начинаем с этой руки. С помощью кулаки. Нет, нет. Нет. Не, на месте, старайтесь на месте сейчас. Давайте, вы меня сразу начнете. Да, но смотри, я на месте сейчас делаю. Здесь медленно и потом упираешься в плечо, упираешься. Я сейчас вот так, да? Нет, вот сюда. Нет, ладно. А теперь сюда делаю. Цепляетесь. Здесь и потом упираетесь. Цепляетесь. Только не порывай, держи за кости. Здесь. И здесь. Здесь. Вот я 100 килограмм сейчас таскаю. За счет сборки тела. Другая рука. Давай. Хорошо. Поехали. Стоп. За счет что, видите, поясница в славу. Давай сейчас разберем удар вперед. Вот эта рука. Вот, вот. Видите, где ломается. Сейчас попробуем выстроить. Стоп, стоп, стоп. Вот такую сборочку. Сейчас давайте вот этой рукой. Нет. Пока ломается. Видите, да, где ломается? Давайте, чтобы со стороны посмотрели. Может, стопы выстроить. Ему легче для сосудов. И стопы тоже надо. Но сейчас основная причина вот здесь. Да. Давайте со стороны посмотрите. Кого взять? Кто хоть? Давайте вас возьмем. Со плечо, прихватывайте. Давайте начнем сначала маленькое, среднее, больше. Три градации. Раз. Два. Среднее добавляем. Большая сила. Как у вас было? Держите со плечо. Вот так. Уже изначально была позиция. И вот поясница сломалась. И вы, конечно, можете под этим усилием вот он сюда сделает. Здесь держите. А вот выстрелили тело. Выстрелили не ровно. У меня от ноги. Видите, усилие от этой ноги пошло. От этой ноги. От этой ноги. От этой ноги. Ну и стопы тоже. Если я так поставлю, не пойдет. У вас в правосторонней стойке уже стоили. Понимаете? То есть у вас уже в правосторонней стойке, естественно... Смотрите, когда сильно, я немножко уберу. Но вот сейчас прямо. Смотри. Сейчас подожди. Вот здесь собрал. Вот. И здесь. Сейчас я не меняю стойку. Ну, сейчас в карточке в ровном стойке. На цене. Любой. Стойте, да. Я сейчас показал специально с большим сильным человеком, с двумя... На пределах. На пределах, да. Когда вы делаете в паре, начинающем, делайте легко. Давай. Ну, давай в этой позиции, допустим. Я даю ровно чувствую, сколько ему будет нормально, правильно работать. Я не буду чрезмерно. Ногу назад. В этой позиции. Лучше за задним ключом. Здесь. А больше сделай медленно. Я еще вот такую штучку сделаю. Верни руку. Сейчас медленно-медленно делай. Я ему дам возможность зацепить мой центр тяж, чтобы он почувствовал обратно. То, что мы говорили. Помнишь, да? И он получает очень яркие ощущения. Потому что вот от такого тоже ощущения, но немножко другие. А вот здесь, согласитесь, только медленно уже вытянул. И тогда очень хорошее ощущение. Возьми меня еще раз тоже. Закрепим. Сейчас цепляешься и оттуда весь тело. Тяну, тяну, тяну. О! Я прям почувствовал. Остановился, собрал. Сейчас упираешься прямой рукой прямо. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. О, пошло. Если нет этой силы, разводилось. Что не так? Собрал. И пошел. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Упираешься. Когда сзади придется, нашел, откуда будет. Левые руки не мешают. От этой ноги. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. О! Пока потихонечку начнем. Чтобы были шансы. Упираемся. А в этом движении не упираемся. Нет, упираемся. почувствуем нацепляемся упираемся и чуть помягче то что нам дает это упражнение протестировать у нас есть собранная сила или нет ломается у нас поясница или нет то есть если в ударе сила всего тела или это удар одной рукой посмотрите еще раз вот у меня зацепили я принципе могу и также сделать да пожалуйста вот но это будет только сила руки а здесь я уже тестирует сила всего тела как тайсон билл да он же всем телом всем телом ну так потихоньку это тест и к нему относиться надо как тесту гибко в зависимости от возможности по стопа за не смотри до ворот попробуй винтить я конечно 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 да а здесь и режим шили и режим фоли одинаково все-таки шили на на лучше дальше решили конечно чем такая скоро здесь враг скорее я бы помидором там на совершенно верно за задание отметила что в режиме шили делайте я вам показывал возьми чего запрещу вот каждый сантиметр как движение вы слушаете где напряжение поросло выстраиваете тело где предел если это дальше сделаю сейчас дальше возьми сюда на плечо видите мне потом уже не вернусь поэтому мне важно выстроить тело и послушать сейчас чуть полегче и вначале не рекомендую очень сильно вот лучше в таком спокойном режиме чтобы траекторию не терять что качество было правильным когда вы очень сильно вы упираетесь а быстро тоже не совсем то каждый сантиметр прорабатываем следующий момент посмотрите мы в зале китае тестировали еще другие части тела то что мы с вами говорили за колено внутри возьмись пожалуйста посмотрите у меня все телы не должен быть вот такого удара да вот она видите бензин упираешься вот она то есть у меня все части тела сильные нет вот такого видно да еще ключевая точка тазобедренный встав чуть сложнее ухватиться но вот косточка тазовая есть здесь вообще сумасшедшая сила прямо упираясь в тазовую пост сильно вот она очень здесь основная сила центр здесь она рождается если у нас так будет держи тоже я вроде бью его техники но тело не работает поэтому вот ключевые точки плечо тазобедренный и колено попробуйте но аккуратно здесь на правильной работы если вы проблемы с коленями неправильно сделаете мне вот венчивающее движение то не очень хорошо поэтому легко придерживаться пошла пошла не так вот вытянул только прямо упираюсь давай 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 то беда о о видишь вытолкнула вот я даю шанс и давай и она чувствует прямо как мой центр зацепила вишь а если буду упираться или просто так делать не очень яркие ощущения вы согласитесь первый случай лучше когда мой центр тяжести цепляет и очень четкие ощущения что с пошло 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 и вот там где вас тестируют вы как раз осознание туда привлекаете внимание а стопу в стопу доворачиваем стопу да 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 если мы стопу не довернем у нас скручивание в колене не очень хорошие в колене не очень хорошие